20 декабря 2023 года в Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка «Два пространства», на которой были представлены живописные графические работы отца и сына Эдуарда Семеновича и Евгения Эдуардовича Гороховских. Об этой первой в Новосибирске совместной выставке художников я хочу рассказать в нашем фильме. Почему выставка открылась именно в Новосибирске? Потому что в этом сибирском городе они не только жили, но и сформировались как творческие личности. Здесь состоялись их первые персональные выставки. Здесь они были приняты в союз художников СССР. Помимо работы с собранием музея, куратором Владимиром Назанским было отобрано 26 графических листов Эдуарда Семеновича и 34 живописных картины Евгения Эдуардовича. В соответствии с тщательно продуманной концепцией подготовлены материалы о творчестве художников вместе с научным сотрудником музея Сергеем Тихановым в пяти выставочных залах осуществлена по общему мнению «Удачная развеска работ». Наше знакомство с творчеством художников начнем с торжественного открытия выставки, на котором первым выступил заместитель директора художественного музея Александр Кошелев. Мы пришли на открытие замечательной выставки, которая представляет творчество двух художников, отца и сына, в судьбе которых наш город сыграл в треконе последних его ролей. Здесь немало тех, кто вместе с Эдуардом Семеновичем, Евгением Эдуардовичем, работали, создавали, спорили, и я думаю, что им приятно еще раз окунуться в годы их молодости. Еще раз вспомнить те моменты, которые их меняли. Мы всегда рады подобному проекту. Мне хотел Владиславу большое благодарность и признательность и Владимиру Назанскому, Эльмире Гороховской, Марине Горсовой, благодаря которым эта выставка приехала к нам в Новосибирск, и житель нашего и гостя нашего города смогут на то есть творчество и замечательное будущее. Гороховский старший получил профессию архитектора в Одесском строительном институте и в 1954 году приехал в Новосибирск по распределению. Однако, как Эдуард Семенович писал в автобиографии, через два года ушел в свободное плавание, в океан под названием изобразительное искусство. В 50-е и 70-е годы он занимает значительное место в художественной жизни города. С 1955 по начало 90-х годов сотрудничает с Новосибирским книжным издательством, иллюстрирует прозу и поэзию, произведения детских писателей, классическую художественную литературу. Оформленные им книги бережно хранятся в городском центре истории новосибирской книги. Всего же, по подсчетам художника, он оформил более 120 книг. Его книжные иллюстрации получали дипломы на отечественных и международных выставках. Несмотря на то, что в выставочном пространстве главное внимание уделялось танковой графике, иллюстрации книги «Акчичек. Белый цветок» из Собрания художественного музея Новосибирска вошли в экспозицию абсолютно естественно. Оригиналы иллюстрации выполнены в технике линогравюры в 1967 году. Изобразительные средства, применяемые художником, казалось бы, очень просты. Это рисунки черного цвета, расположенные на белой бумаге. Но именно ограниченная двумя цветами графика художественно достоверно раскрывает поэтический и таинственный мир алтайских преданий, передает особенности алтайского эпоса. Эдуард Семенович в равной степени занимался живописью и станковой графикой. Для выставки «Два пространства» его работы предоставлены Московской галереей «Файн-арт», продолжающей работу с творческим наследием признанного классика московского романтического концептуализма и соцарта, картины которого находятся в самых престижных музеях мира. Говорит директор галереи Марина Владимировна Опразцова. Я думаю, что проект, который мы осуществили, что Эдуард Семенович и Женя встретились на одной площадке, и тем более, что в городе, в котором они прожили и творили, я считаю, что это событие для них обоих. И так как человек, который занимается наследием, я верю, что смерти нет. Что художник, если с ним ты продолжаешь работать после его смерти, он живет и также присутствует в пространстве. Поэтому это здорово. На выставке представлены акварельные работы, созданные в 50-е и 70-е годы, то есть в новосибирский период жизни. Все они появились и в результате поезда художника по стране, по самым отдаленным ее уголкам, о чем Эдуард Семенович рассказал в книге своих воспоминаний «Рейс номер 720. Новосибирск-Москва», изданный за год до смерти. Особое внимание хочется обратить на коллажи, в том числе и литературные. Удивительно, как вырезанные из бумаги всего двух-трех цветов фигуры различной формы принимают не только узнаваемые черты лица, но и передают характерные качества, настроение портретируемого и вызывают у зрителя множество ассоциаций. Художник обходится минимумом средств, но достигает при этом большой выразительности. О графических листах из серии под общим названием «Семейный портрет» и близким к ним по смыслу, но имеющим другие названия, я хочу рассказать подробнее. Их основой стали студийные фотографии конца XIX – начала XX веков. По словам Эдуарда Семеновича, фотография для него – это целый мир символов ушедших или уходящих людей с забытыми судьбами. Художника привлекает гармония семейной и частной жизни человека. Но он прекрасно понимает, что в эпоху исторических катаклизмов эта гармония призрачна. Известный философ и искусствовед Карл Кантер писал, «Картины Эдуарда Гороховского элегичны без сентиментальности, трагичны без стинаний. Они исполнены с высоким мастерством, но без самодельных формалистических изысков. Они просты и благородны, как его герои». Работы семейной серии рассказывают не об одних частных судьбах. Они воспринимаются как повествование о судьбе всего народа, подчас – судьбе трагической. Иначе воспринимаем мы, зрители, серию работ 21 век, созданную Эдуардом Семеновичем в конце 90-х – начале нулевых годов. В этих небольших акварелях отчетливо проявились его опасения относительно нового тысячелетия. В них нет и следа той камерности, интимности, которая присутствовала в работах предшествующего периода. Напротив, гармония взаимоотношений между героями в них разрушена. Перед нами какие-то человекоподобные сковерканные фигуры с лицами, обезображенными гримасами, у которых вместо глаз черной точки, но даже и они чаще всего отсутствуют. В это серо-черное месиво на некоторых листах вторгается красный цвет, добавляя ощущение тревоги за происходящее и будущее. Ни одна выставка, даже самая обширная, не смогла бы вместить всего, что было создано художником. Афорт, литография, акварель, шелкография, фотограммы, калаш и, конечно же, живопись. Вот техники, в которых он достиг необыкновенных вершин, достиг той виртуозности, к которой стремился. Рассказ о творчестве Эдуарда Семеновича Гороховского я хочу завершить словами из рукописных воспоминаний на его сына Евгения Эдуардовича. Рисовать отец стал виртуозно еще в новосибирский период. Мог нарисовать фигуру, начиная с любой точки, в любом ракурсе и очень точно, в характере. Мне такое рисование казалось чудом. В конце 60-х годов я обнаруживал тонны набросков и рабочих рисунков в нашей кладовке. Все это давалось ему внешне легко, но в результате невероятного труда. Так и написала ему когда-то зрительница в книге отзывов. Я вас уважаю не только как художника, но и как человека безумного труда. Экспозиция произведений Евгения Эдуардовича Гороховского открывается работами из коллекции музея, эскизами к спектаклю «Большевики» по пьесе Михаила Шатрова, оформленного во время работы в Новосибирском красном факеле, и двумя живописными картинами. 13 часов 40 минут 83-го года и тонкая плоская свистела и втыкалась, но не протыкала 90-го года. Как и в нашем фильме «В начале пути», который посвящен новосибирскому периоду жизни художника, я буду называть его по имени. Напомню, Женя вырос в Новосибирске. В 1973 году, после учебы в школе-студии МХАТ, где он получил профессию художника-постановщика, вернулся в Новосибирск и до переезда в Москву работал в театре. Как было сказано о нем в одной из статей, с годами фокус творческого интереса художника смещался в сторону живописи. Как и Эдуард Семенович, в своей работе Женя использовал фотографии, чаще всего свои. Именно так созданы две упомянутые именно картины с необычными названиями и такими же необычными краткими комментариями, к которым мы еще вернемся. Так же, как отец, он записывал свои размышления о творчестве и о созданных им картинах. Ведь и авторские тексты позволяют зрителям заглянуть в творческую мастерскую художника. В одной из раздумен, еще он называл эти записи размышлизмами, говорилось о стремлении воспроизвести в картинах определенные настроения детства и таким образом переиспытать те далекие и, конечно, невоспроизводимые ощущения. Мне кажется, я поняла, что он хотел сказать. В детстве нам дан чистый, незамутненный взгляд на мир. Мир неизвестный нам, но воспринимаемый нами как гармоничный. Вот это позитивное мироощущение, как мне кажется, воплотилось в его творчестве. В интервью на Радио России Владимир Назанский говорил о своем восприятии творчества художника. – Был просто гиперреализм. А у Евгения была совершенно особая версия с таким метафизическим уклоном. Много в этой жизни ему казалось проявлением присутствия некоего высшего начала в окружающей реальности в виде солнечного блика, в виде орнамента, возникающего в пейзаже. И вот в этом смысле у него совершенно оригинальная, совершенно индивидуальная версия. И мы о гипер- или о фотореализме говорим, ну, не имея другого специального термина. И также имея в виду, что в своей работе он мог использовать фотографии, но не как, допустим, Шишкин, который со стеклянного слайда вот копировал эти иголки и гордился этим, и пропагандировал этот метод как новую технологию искусства. А я думаю, что Евгению было важно вот стилистически или композиционно что-то увидеть, зафиксировать, и затем спокойно работать, вот что не предполагает использование слайда как такового. Но этот метод позволяет говорить о фотореализме. Но внутреннее содержание его живописи, оно как бы совершенно другое. В этом смысле такая оригинальная версия, скорее характерная для него. Вернёмся к картине «13 часов 40 минут». В строении, изображённом на полотне, новосибирцы узнают здание Краеведческого музея, с противоположной основному входу стороны. Тогда, в 1983-м, это одно из старейших зданий города, привлекло внимание художника не столько своей историей, сколько необычным освещением. Снимок был сделан в 13 часов 40 минут. Так и появилось это хронометрическое название. Краткий комментарий акцентирует внимание на композиционном центре работы и одновременно придаёт ей метафизическое звучание. В картине плоская, тонкая, свистела и втыкалась, но не протыкала. Привычная логика расположения объектов реальной действительности в пространстве разрушается изменением угла зрения воспринимающего. И поэтому не только грузовик, но и загородная постройка могут врезаться в грунтовую дорогу, проложенную в лесном массиве. Название картины, то есть её имя и краткий комментарий к ней, это код доступа к авторскому замыслу, к диалогу у зрителя и художника. А это всегда было для него важно. В экспозицию выставки вошли живописные произведения, созданные в разные годы. Самое раннее – 13 часов 40 минут. Последнее, незаконченное, создавалось весной 2021 года. Чистое и лёгкое поднимается и образует небо. Думаю, что этой работой, название которой отсылает к рассуждениям основоположника доосизма Лао Цзи, о происхождении неба, земли и человеческой жизни между светом, небом и тенью, землёй. Как и всем своим творчеством, художник хотел напомнить о красоте Божьего мира, о взаимосвязанности земного и небесного, о необходимости гармонии человека и мироздания. Об этом картины «Небесный хор» поёт космические гармонии и в долине Рио-Гранде, который дан авторский комментарий. Те незабытых предков незримо участвуют в жизни обветшавшего посёлка. Краткий комментарий Женя уточнил словами. Важнейшая задача художника – видеть, слышать, понимать знаки, окружающие всех. Что это за знаки? Это может быть что угодно. Тень на асфальте, ритм окна в здании, сообщения по радио. И если твой организм настроен на такое восприятие, то эти знаки складываются в картину. Один такой знак он ловил однажды, гуляя по Самаре. Что-то заинтересовало его в здании городского УВД, фотографию которого он использовал в картине «Интервал предчувствия». В ней он отчего-то изобразил столкновение этого здания с планетой Марс, которую астрологи называют планетой малого несчастья и считают, что она является причиной войн, огня и разрушений. Потом усилил это негативное влияние, нарисовав три планеты. Когда же он узнал, что в здании произошёл пожар, то написал комментарий. Космические влияния неумолимо свершаются сначала на каузальном плане, подчеркнув тем самым мысль о том, что жизнь космическая оказывает влияние на земную жизнь. О взаимодействии вечного, вневременного и сиюминутного напоминают другие картины. Те, кто следует естественному порядку вещей, движутся в общем потоке, и молчащее, но созидающее содержится в движении, в которой по замыслу художника движущиеся в мистическом пространстве кристаллы с изображением женских лиц – это своеобразные клетки памяти о земном существовании. Ленточный черно-белый орнамент, вытекающий из розетки и растворяющийся в облаках, подчеркивает идею непрерывности движения, течения времени и человеческой жизни. Искусствовед, историк русской философии и литературы Евгений Викторович Барабанов сравнил Женю с толкователями и гадателями. Подобно древним авгурам, он неустанно наблюдает за небом и создает свои отчеты. Кажется, что в небесном пространстве творятся знаки знамения, которые прочитать может только он. Часто в картинах небесной тематики появляется спираль – один из важнейших архетипов. В древнекитайской философии с ней и ее движением связаны перемены. Стремящаяся в бесконечность, она является символом великой созидающей силы. По словам художника, чаще всего орнамент в его работах становился связующим звеном между реальностью и абстрактной реальностью, подчеркивая наличие иного мира в мире существующем. В картинах «Порыв ветра» и «Между светом и тенью», написанных с интервалом 22 года, решалась не только задача фотореалистического изображения конкретных людей. Главное качество картины – гармония, которая должна быть во всем. В нежных отношениях красок или какие-то бешеные синкопы Стравинского, «Весна священная» или «Все это находится в сочетаниях между собой. Это самое трудное в живописи», писал Женя героиней первого портрета нашей дочери. «Порыв ветра, на мой взгляд, является собой то самое сочетание на первый взгляд несочетаемого – гиперреализм портрета и условное изображение природного мира». О второй работе Женя оставил подробный комментарий, из которого я прочитаю несколько строк. «Меня всегда привлекала игра света и теней». А здесь, имеется в виду исходная фотография, я увидел настоящее их буйство. Некоторая небрежность в моей работе объясняется подвижностью тени, которая, как в книге китайского философа Чжуан Цзи, на вопрос о причине своей изменчивости, отвечает «Просто двигаюсь». Если Эдуард Семенович Гороховский, как мы говорили, экспериментировал с разными техниками, то у Жени был верен традиционной масляной живописи на холсте. Однако эксперименты в его творчестве тоже были. Эксперименты с формой холста. Эта необычная картина написана на холстах разной геометрической формы, которые складываются определенным образом для получения сложной фигуры. Так, первоначальное изображение танцующих девушек превращается в фигуру, напоминающую кошку. Поэтому картина получила соответствующий комментарий. Спокойствие и уют свойственные кошки окрашены безмятежной и дурашливой радостью танцующих девушек. И название – «Идиллия». Рассказ о живописном пространстве Евгения Гороховского я хочу завершить словами художника и искусствоведа Тимофея Смирнова, который, не умаляя формальных поисков, акцентировал внимание на философских аспектах творчества Жени. Соединение и столкновение двух и более пространств в работах, возведение орнамента на уровень визуального кода, действующего на подсознание зрителя, создают сложную трактовку образа мира, который схож с театральной декорацией метафизического спектакля жизни. В то же время жесткая структура орнамента, использование которого столь важно в творческом методе художника, призвано эстетически показать таинство бытия и связать нитями гармонии образы и смыслы. Почему я назвала выставку «Два пространства»? В рабочих записях Эдуарда Семеновича я прочитала слова, давшие название его последней прижизненной выставки в Русском музее в 2004 году. «Границы прямоугольника мое безграничное пространство». Вначале они показались мне странными. Границы и вдруг безграничное пространство. Потом поняла, что он имел в виду безграничное пространство творческой свободы. Я бы добавила, творчество для Эдуарда Семеновича и Жени было смыслом жизни, как бы громко это ни звучало. И оно делало их счастливыми. На открытии выставки я говорила о том, что «Два пространства» это третья совместная выставка Жени с отцом. И если бы я не знала, что именно Эдуард Семенович был инициатором их организации и в Москве в 89-м, и в Австрии, в Вене в 92-м, я, наверное, не решилась бы объединять их творчество в одном пространстве. Выставка открыта. И я очень рада, что проделанную нами работу оценят зрители. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok